В этом доме маленькие мамы смогут получить не только эмоциональную поддержку, но и научиться ухаживать за малышом, вести хозяйство и вообще жить самостоятельно. Дом-убежище в Каугурском крае под Бевериной оборудовали в старом сельском доме. Его 10 лет назад передали обществу семейная колыбель. Теперь тут будут жить юные мамы. Пока здесь в течение полугода смогут найти приют семь девочек. До и сразу после родов. Первая жительница уже приехала. Чаще всего в такой поддержке нуждаются дети, выросшие в школах-интернатах, которым не знакомы нормальные семейные отношения. Мы их будем учить, что можно вырастить в саду для своей кухни. Затраты небольшие, а обеспечить пропитание можно. Создать убежище для совсем юных мам удалось при поддержке предпринимателей, которые обеспечивали материалами и бытовыми предметами. И других добровольцев, которые трудились тут бесплатно. Место мягкой постели, спальный мешок, подъем на рассвете и бесконечные тренировки. Так эту неделю проводят 300 яунсаргам в летнем лагере в Саокрасты. Палаточный городок у средней школы Саокрасты стал на время домом для трех сотен яунсаргов. Они приехали сюда из Видзимы и Зэмгалы. Каждый день это проверка, освоенного за год и новый опыт жизни без комфорта. Душ не в свободном доступе, зато есть бочки с водой. В них утром и умываются холодной водой. Подъем в пол седьмого, зарядка и кросс. Сегодня военный день по плану, стрельба по мишеням, сплав на лодках, подготовка плотов. Плот из восьми рюкзаков надо сделать так, чтобы через реку перевести и членов команды. Можно развить физическую силу, а заодно проверить, насколько ты сильный. Здесь можно убедиться, действительно ли ты способен и хочешь быть в Яунсарде и Зэмэсарде. Я очень хочу. Этим летом в 30 подобных лагерях будут отдыхать более полутора тысяч яунсаргов. Команда китайского телевидения гостит в Лепое. Они снимают фильм о латвийской культуре. Ведущая этого телевидения сама родом отсюда. Идея фильма принадлежит именно ей. В Лепое китайцев интересовало все связанное с янтарем. Китай-янтарь очень популярен, потому команда города Тинджин интересуется его добычей. Ее им показала местный ремесленник Илзе Вайновска. Мы хотели увидеть шахты, где добывают янтарь. Оказалось, здесь ремесленники работают с ним совсем иначе, чем в Китае. У нас делают круглые бусы, а здесь стараются сохранить натуральную форму. В новом концертном зале, который тоже носит имя Янтарь, Лела из Дзинтерс, телеведущая опробовала акустику. Поет она на китайском, хотя сама родом из Латвии. В Китае живет и ведет программу на телевидении уже семь лет. Мы расскажем в Китае о поясе Лейлвардес, о янтаре. Мне хочется, чтобы они узнали о Латвии. Китайцы много путешествуют по Европе. Туры обычно включают сразу пять стран, так что они видят только Ригу. Это неправильно. Фильм о Латвии в Китае покажут через две недели. Продолжение следует...